Дистанционный выключатель Ливола С аналогичными функциями Правда у данного выключателя есть свои особенности И преимущества Перед тем же сапфиром 2503 О которых я и расскажу вам В рамках данной статьи Самое первое что бросается в глаза Так это приятный внешний вид Со стеклянной прозрачной панелью Это в принципе и стало Основополагающим аспектом при выборе данного выключателя Дело в том что на кухонном фартуке Вот он перед вами Подготовлено место Для установки выключателя С помощью которого будет управляться Одна из групп освещения кухни Фартук на кухне Планируется установить из стекла Из закаленного стекла Поэтому при выборе выключателя Мне хотелось найти что-то с оригинальным И интересным дизайном И тут на просторах интернета Мне на глаза попался обзор Обзор сенсорного выключателя От Ливола Вот я и решил приобрести его А почему бы и нет Заодно и с вами поделюсь информацией Вдруг вы тоже решите Установить себе что-нибудь Из данной продукции Для начала приобрел Один сенсорный выключатель ВЛ-С701Р серии Classic Чтобы на нем проверить Его заявленные функции И характеристики Ведь выключатель Производится в Китае А тут как вы все знаете Можно ожидать Различного рода сюрпризы Заказывал выключатель ВЛ-С701Р серии Classic В интернет-магазине Ливола Адрес я укажу в описании Под видео Его стоимость На момент выхода В видео Составила около 1650 рублей Расшифровка ВЛ-это обозначение бренда Ливола С7-это серия Более модернизированная Одна из последних 0.1-это количество управляемых линий Одна И Р-радиоуправляемый То есть данный выключатель Еще идет и с пультовым управлением Технические характеристики Рабочее напряжение У него может составлять От 110 до 250 вольт Частотой 50-60 герц Максимальная мощность нагрузки Не более 1000 ватт Максимальный ток нагрузки Не более 5 ампер Количество переключений То есть количество коммутации Заявлено 100 тысяч Степень защиты корпуса ИП 20 И температура эксплуатации От минус 30 до плюс 70 градусов Габаритные размеры 80 на 80 на 40 В общем получил выключатель Вот в таком картонном боксе В котором сразу размещались Две упаковки В одной упаковке Находился сам Сенсорный выключатель Света ВЛ-С701Р Вот так вот он выглядит ВЛ-С701Р Это коробка С пультом управления Пульт управления Инструкция Правда на английском языке А в другой упаковке Была упакована Вот такая стеклянная панель Чем же данный выключатель Так интересен Как я уже говорил Это его внешний вид По вкусу и цвету товарищей нет Но лично мне он нравится По сравнению с тем же Сапфиром 2503 Он смотрится гораздо интереснее И симпатичнее По цветовой гамме Фон стеклянной панели Можно заказывать По своему усмотрению Правда выбор не особо огромен Всего два цвета Белый и черный С помощью сенсорного выключателя ВЛ-С701Р Можно управлять Практически всеми типами ламп Это лампы накаливания Это галогенные лампы Как на 220 Так и через понижающие трансформаторы Это лампы КЛЛ То есть компактные Люминесцентные лампы Это просто люминесцентные лампы Светодиодные лампы Светодиодные ленты И тому подобное Правда есть один нюанс Который относится к светодиодным И люминесцентным лампам А также к светодиодным лентам То есть Если их мощность Составляет от 3 до 18 ватт То лампы В выключенном положении Выключателя Могут все же мигать То есть эта проблема Решается уже известным методом Например установкой Параллельно лампе резистора Номиналом 33 кОм Мощностью 10 ватт Подключается сенсорный выключатель ВЛ-С701Р По стандартной схеме Как и обычный Одноклавичный выключатель Или диммер Не нужно прокладывать Никаких дополнительных Жил и проводов И кабелей Он устанавливается Вместо обычного Одноклавичного выключателя Ну или как я говорил Вместо диммера На клемму L-IN Подключаем Приходящую фазу С распределительной коробки А на клемму L-1 LOAD Подключаем коммутирующую фазу Которая уже пойдет на лампу Или группу ламп Изначально я вам показывал Что планирую установить Включатель на кухонный фартук Но Нет там такой возможности Чуть позже я объясню почему Поэтому в качестве примера Покажу установку выключателя На ванную комнату Электропроводка у меня выполнена Без распределительных коробок В ванную комнату приходит Питающая линия Вот она Три на полтора ВВГ-НГ И здесь же Планируется установить Изначально планировалось установить Двухклавишный выключатель То есть одной клавишей Будет включаться Свет С освещением ванной А второй клавишей Вентилятор Который Вентилятор с таймером Ну в качестве примера Я пока вентилятор Подключать не буду Его все равно еще пока нет Я вторую группу Здесь запрятал А подключу на выключатель Как раз освещение Вот Соединение буду выполнять Непосредственно В подрозетнике То есть вот у нас Питающая фаза Цветовая маркировка Соответствует То есть белый провод Это фаза Белый с синей полосой Это ноль Желтый с зеленой Это ПЕ проводник Аналогично и по Отходящей линии В общем Сейчас вот эту Приходящую фазу С квартирного щитка Я подключу на Вывод Л То есть ин Фаза вход Вот А второй белый проводник Подключу на вторую клемму Л1 Лоуд То есть нагрузка То есть вот эти два проводника Я подключу через Через Мой выключатель А нули И ПЕ проводники Соединю с помощью клемм Вага Вот Питающую Я подключил на L-in Отходящую линию Подключил на L-load И собрал ПЕ проводники И нулевые проводники На клеммах Вага Вот Нагрузка здесь Небольшая Поэтому Вполне Клемм Вага Вполне Будет достаточно Там где Имеются более силовые линии То есть розеточные линии Применяя только Прессовку Подрозетники у меня Используются Глубиной 45 Миллиметров А Ширина Выключателя Порядка 33 Миллиметров То есть Достаточно Проблематично Его туда вместить Установка Выключателя Подрозетники Осуществляется Исключительно На крепежных Саморезах Они кстати Идут в комплекте Вот Ну я использовал Свои родные Подрозетники Никаких Распирающих Лапок у него нет Как у Сапфира 2503 Так что Учтите это Если у вас Все еще Установлены Старые Советские Металлические Подрозетники Вот кстати У Сапфира Была возможность Установки Как на Саморезы То есть Современные Подрозетники Так и на Распорные Лапки Хотя не так уж И долго И трудоемко Заменить Старые Подрозетники На современные Вот Несколько Статей На эти темы Как установить Подрозетник В кипсокартонную Стену Как установить Блок Подрозетников В гипсокартонную Стену И как установить Подрозетник В бетонную Или кирпичную Стену Еще вариант Это модернизировать Старый металлический Подрозетник Как предложил Мне один Из читателей Сайта Основание У выключателя Выполнено Из металла Что очень хорошо Так как У предыдущей серии Выключателей Серии С6 Оно было Пластиковым И при затяжке Крепежных Саморезов Можно было Переусердствовать И То есть Основание Могло Треснуть Расстояние Между Крепежными Саморезами Составляет 60 Миллиметров То есть Это стандартный Размер Для Современного Подрозетника Также Металлическое Основание Позволяет Воспользоваться При установке Выключателя Моим Магнитным Уровнем Электрика Стабила Покет Электрик Про Который У меня Имеется Я снял Отдельное Подробное Видео То есть Вот Ставим Его Аналогичным Образом Уровень Выставил Затягиваю До конца Крепежные Саморезы Теперь Крепим К основанию Выключателя Нашу Стеклянную Панель Она Крепится Исключительно На Защёлках Тут есть Направляющая Вставляем Ее И Защёлкиваем Готово И смотрится Неплохо Рамка На защёлках Немножечко Люфтит Но В пределах Разумного В принципе А что делать Если вы планируете Установить В ряд Несколько Таких Выключателей Давайте Посчитаем То есть Изначально Я хотел Установить В данный блок Несколько Выключателей То есть Здесь Хотел Установить Выключатель Здесь В принципе Можно было Установить Две Такие же Розетки Давайте Посчитаем Стандартное Расстояние Между Подрозетник Между Центрами Подрозетников Составляет 71 Миллиметр Габаритный Размер Стеклянной Панели Сенсорного Выключателя Составляет 80 Миллиметров Если Выключатель Установим Ровно По центру То От центра До Его Края Будет 40 Миллиметров Что На 5-6 Примерно На 5-6 Миллиметров Будет выступать За край Нашего Подрозетника Рядом Установленный Выключатель Уже Не Установить Края Обоих Выключателей Рядом Находящихся Будут Накладываться Друг На друга Это Значит Что В один Ряд Установить Такие Выключатели Не Получится Выход Из Ситуации Может Быть Следующий Это Заранее Установить Подрозетники На Другом Расстоянии Друг От Друг Тогда У нас Будет Возможность Установить В ряд Несколько Таких Выключателей Касаемся Обведенную Указанную Окружность И Выключатель Включается Свет Загорелся Касаемся Второй Раз Свет Гаснет Видите Тут Не Срабатывает Именно Надо Попасть В Окружность Внутри Выключателя Встроено Электромагнитное Реле Которое Слегка Слышно При Срабатывании Выключателя Также Ненавязчиво И приятно Для глаз Выполнена Подсветка Выключателя Которую Отчетливо Видно В темное Время Суток Или В слабо Освещенных Местах При Включенном Положении Выключателя Подсвечивается Красным Цветом А при Отключенном Голубым Цветом Правда Днем Трудно Определить Включен Выключатель Или нет Сейчас Я снимаю Светлое Помещение И нужно Присматриваться Но тем не менее Вот Видно Красный Вот синий Хотел бы Отметить Следующую Особенность У данного Выключателя Если вдруг По каким-то Причинам У вас Обесточилась Линия А свет При этом Был Включен Выключатель Был включен Ну например Выбил автомат Или сгорела Лампа То Выключателя Автоматически Переходит В положение Отключено Дистанционное управление Осуществляется С помощью Отдельного Пульта Управления ПУ А скорее даже Пульта Брелка Который идет В стандартном Комплекте Поставки Пульт Небольшой И компактный И компактный Пульт Имеет Металлическую Лицевую Сторону А его Кнопки Защищены Вот такой Открывающейся Защитной Шторкой Пульт Работает На частоте 433 3,92 Мегагерца От батарейки Типа 27А На 12 Вольт Которая К сожалению В комплект Поставки Не входила Так что Пришлось Покупать Ее Отдельно Имейте Это Ввиду Для Настройки Пульта Необходимо Нажать И удержать Кнопку Сенсор На Выключателе До того Времени Когда он Не издаст Звуковой Сигнал По времени Это Примерно Составляет Около 5 Секунд Пикнул Нажимаем Б Все Второй Звуковой Сигнал Означает Что мы Запрограммировали Кнопку Б На Данный Сенсор Проверяем Включается 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 Другие Кнопки Другие Кнопки У нас Не работают Почему я могу Запрограммировать Только кнопки А, Б и С Потому что Кнопка Д Используется На всех Пультах Как Отключение Абсолютно Всех Выключателей То есть С помощью Кнопки Д В данном Случа Можно только Отключить Данный Выключатель А включить Не получится Вот таким Вот Несложным И незамысловатым Действием Мы сопрягли Сенсорный Выключатель И кнопку Пульта Управления В данном случае Кнопку Б Если хотите Наоборот Отвязать Пульт управления От выключателя То проведите Аналогичные Действия Только при нажатии Кнопки На ПУ Появится Не одиночный Сигнал А двойной С помощью Одного Пульта управления Можно управлять Тремя Выключателями То есть Если у нас В квартире Установлено Три выключателя Например Я могу Кнопку А запрограммировать На первый Выключатель Кнопку Б На второй Выключатель С На третий Или там Например Один у нас Стоит Одинарный И один Двойной То есть А я могу Управлять Одинарным А кнопками Б и С Двыми клавишами Двойного Выключателя Также Данный Выключатель Я могу Одновременно Привязать К восьми Разным Пультам Управления Ну Только Не вижу Смысла Зачем Это нужно Хотел бы Еще отметить Что настройки Привязки Пульта И сенсора Сохраняются Даже при Отключении Питания И отсутствии Батарейки В пульте Управления Если хотите Сбросить Все настройки Выключателя То нажмите И удержите На сенсоре Выключателя Около Десяти секунд Все привязанные К данному Включателю Пульты Управления Будут Отключены Согласно Заявленным Характеристикам Дальность Срабатывания Пульта Управления Составляет 20 метров Проверить На таком Расстоянии В домашних Условиях У меня Нет возможности Но Из любой Точки Квартиры Выключатель Срабатывает Без проблем Расширение Чувствительности Сенсора Если я буду Одним пальцем Нажимать Сенсор Не срабатывает То есть Мне нога Именно Ближе к центру Нажимать Ну или Всей ладонью То есть Кому как Удобнее В общем Там можно Снять Декоративную Панель Добраться До платы И там Сделать Перемычку К выводу Одного Из диодов После После этого Сенсор Сенсор Будет Срабатывать Не только В окружности И около Нью А При нажатии В любую точку Стеклянной Панели Также Второе Это Привязка Выключателя К компьютеру На одном Из форумов Мне попался Пост О том Что с помощью Радиолюбитель Привязал Данный Выключатель И К компьютеру И Им Можно Стало Управлять Не только В ручном Режиме Или С помощью Пульта Но и С помощью Компьютера Как Альтернатива Выключателям Сенсорным И дистанционным Управлением Можно Применить Готовое Устройство Контроллеры Наподобие Тех Что устанавливается В люстрах С дистанционным Управлением Об этом У меня Тоже имеется Отдельное Видео Правда У них Функционал Будет Гораздо Меньше На этом Ассортимент Компании Ливола Не заканчивается На официальном Сайте Представлен Большой Выбор Выключателей Проходных Выключателей Розеток Диммеров Таймеров И прочих Устройств С различным Функционалом А так же Интересным Дизайном Интересным И современным Дизайном А вот Насколько Надежна Продукция Ливола Пока же Только Время эксплуатации Если Вы уже Являетесь И эксплуатируете Данные Выключателя То Можете Написать Своё мнение И отзыв О них В комментариях К данному Видео Всем Спасибо За внимание Если Вам понравилось Видео Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал С вами Был Дмитрий Автор Сайта Заметки Электрика До Новых Встреч Заметки Заметки